Статья интервью Юлии Юзик, Деги Дудаев, Кавказский бело-иммигрант. Дата 28 марта 2013 год. Сын первого президента Чеченской республики Ичкерия и бунинского толка-изгнанник опровергает все стереотипы о кавказцах разом. Мы договорились, что он встречает нас в аэропорту, но в зале встречающих никого. Выхожу на улицу. Вильнюс покрыт то ли туманом, то ли снежной пеленой на площади безлюдно. Вдруг прямо у ступенек притормаживает чёрный САБ. САБ не является чеченским народным автомобилем, как Порш или Ланджровер 200, Но тонкий профиль водителя выдаёт в нём отца, и я спускаюсь вниз. Он выходит из машины, высокий, худой, в приталенном сером пальто, чёрном поло и чёрных, начищенных до блеска туфлях. Никаких острых носов. Вежливо здоровается. По-европейски протягивает руку. Да, это он, Деги Дудаев, сын первого чеченского президента Джохара Дудаева, персона нон-грата в сегодняшней Чечне, где даже разговор о нём может стоить посмертной экскурсии в Центароевский зоопарк. «Я на пять сантиметров выше отца, но так, да, похож на него сильно. Представь, каково это, когда тебя сравнивают с отцом и меряют по отцу!» Улыбается он. И за этой вежливой улыбкой то ли горечь, то ли сарказм. За окном мелькает довольно однообразный пейзаж окраин Вильнюса. Серые панельные многоэтажки, одетые в тёмные люди. Дудаеву 29 лет. Девять из них он живёт здесь, в пасмурной Литве, в транзитной зоне, через которую тысячи чеченцев бежали в Европу во время и, главное, после войны. Редактор сайта Ичкерия.Инфо, добавленного в 2011 году к федеральному списку экстремистских материалов и сайтов Муса Таипов, один из сторонников чеченской государственности, политик в изгнании и типичный белый иммигрант нового типажа говорит, что в одной только Франции сегодня 30 тысяч чеченцев, включая его самого, а в столице Вени около 13 тысяч. Власти европейских стран стараются не афишировать количество чеченских беженцев, но я одно время занимался этим вопросом и контактировал с властями, так что могу сказать, что сегодня в Европе живёт не меньше 200 тысяч чеченцев. Главные страны – Франция, Австрия, Бельгия, Норвегия, Германия. В Прибалтике чеченцы не задерживались, ехали дальше. Но Дудаев сын никуда не уехал и остался здесь, на перепути. От него ждали каких-то поступков в стиле отца, но ничего пока так и не дождались. В чеченской политике он никак не проявил себя, не возглавил ни какого-нибудь правительства в изгнании, ни фонда имени отца. И все эти три дня я пыталась понять, как живёт сын человека, в некотором роде изменившего ход российской истории. Две войны, крах политиков и генералов, возможно, будущие военные трибуналы. Дудаев ведёт машину уверенно, пристегнув ремень. В Чечне такое законопослушание считается признаком слабости. Спрашиваю, не скучно ли ему здесь и вообще? Почему Литва? Литва потому, отвечает он, что отец с 1987 по 1990 возглавлял в Эстонии тяжёлую бомбардировочную дивизию стратегического назначения и как раз застал рождение политического движения за независимость Прибалтики. У него тут к тому же была очень хорошая репутация. Ему дали дивизию в Тарту в упадочном состоянии, а он за пару лет сделал её образцовой. В общем, такой антикризисный менеджер. Генерал Дудаев тесно дружил и с эстонскими политиками, и с литовскими. Был одним из трёх, как его называли в литовской прессе, наряду с Гамсахурдио и литовцем Ландсбергисом. Связи Дудаева с Прибалтикой оказались крепкими. В Риге есть улица Дудаева, в Вильнюсе сквер его имени. С фирменной прибалтийской иронией расположены так, что как бы предваряет посольство Российской Федерации в Литве, если въезжать в него из центра города. Закинув чемодан в отель, мы едем обедать. В Рождественской Литве градусов 10-15 мороза. Дудаев паркует свой саб, и мы заходим в маленький ресторанчик в старом городе с зелёными стенами и чёрно-белыми фотографиями, напоминающей парижское кафе. Высоченный официант, типичный литовец, зажигает свечку, и в полумраке заснеженного Вильнюса мы говорим по-русски о Чечне и о войне. Мы и при жизни отца много переезжали. Жили и в Сибири, и в Полтаве, и в Эстонии. Но если тогда было чувство, что мы везде дома, то сейчас всё наоборот. Нет отца, нет дома, нигде. Я, как вечный странник, и на самом деле нигде толком не живу. Я езжу к матери в Тбилиси, к брату с сестрой в Швецию, на лыжах езжу кататься в Австрию, купаться в Грецию. Я давно мог переехать куда угодно, в Швецию, Голландию, Германию. Несколько месяцев пожил в Париже, всё примерял его на себя. Нет, это всё не моё. Меня держит здесь то, что... Он замолкает, подбирая правильные слова. Тут я ещё могу слышать русский язык. В Европе меня не покидает ощущение, что я на краю земли, что всё дальше от родного дома. Начинается паника, что я никогда не вернусь. Вот из-за русского языка я и застрял здесь. А что вообще для него значит русская речь? Это может понять лишь потерявший родину, вздыхает он. Ты не поймёшь. Когда долго не слышишь родной язык, словно испытываешь голод по нему. А где она тогда, родина? Чечня, Россия. Удивляется он. Как удивительно! Кто бы сейчас слышал. Сын Джохара Дудаева тоскует по русской речи и России. Отец воевал с Россией, а его сын тоскует по ней и мечтает вернуться. Дудаев не согласен. Отец не воевал с Россией. Тактично поправляет меня он. Говорит, Джохар понимал, что без России и Чечня никуда. Уважал русскую культуру. Служил в её же армии. Кстати, Дудаев был первым генералом-чеченцем в армии СССР и одним из лучших военных лётчиков страны. Но он хотел партнёрства. Хотел, чтобы признали право чеченцев жить своим государством, как хотели этого Грузия, Азербайджан, Армения, Литва, Латвия и так далее. Все, кто хотел, получили свою свободу, кроме чеченцев. Я вспоминаю слова своего друга-чеченца, который, рассказывая о Дудаевском правлении, сказал, что после прихода Дудаева к власти началась страшная смута, и он твердил, что если остановятся трамваи, значит, ведут войска. И точно в конце 1994 года трамваи в Грозном остановились, центр отключил республику от своей линии электропередачи, и это было последней мерой след за экономической блокадой. А оказавшись в блокаде, республика стала маргинализироваться, и трамвайную артерию города буквально растаскивали по частям, по проводам и рельсам. В ноябре или декабре 1994-го, я точно не вспомню, чеченцы с живой цепью, взявшись за руки, встали от Дагестана до границы с Ингушетией, хотели обратить внимание мировой общественности, чтобы нас не бомбили, не тронули, рассказывает Таипов из Франции. Отец не хотел войны, но видишь, как все вышло. Это уже Дудаев. Спрашиваю его, будь отец жив и увидь все то, во что превратилась его борьба, не пожалел бы о том, что сделал. Дегги долго молчит. В руке сигарета, взгляд вдаль. Пойми, я не могу судить своего отца. Тогда все кипело и бурлило, все республики хотели свободы. Это было как эйфория. Отца поддерживали в Кремле, к нему приезжал Жириновский, его принимали высокие чины в Москве и говорили, давай, молодец, вперед. Это подарило некую иллюзию того, что победа возможна, хотя бы в том виде, в каком ее получил потом Татарстан в виде автономии. Но получилось, что Чечню втравили в войну и Россию втравили в войну. А ведь могли же, могли же договориться и сделать соседей верными друзьями, а не врагами. Как сложилось потом со многими, и сама Россия была бы сильней. Дудаев-младший полагает, что для руководства России чеченский вопрос лежал в области геополитики. Если посмотреть на карту, Чечня расположена так, что не вырежешь ее отдельно. Она связана с остальным Кавказом и самой Россией неразрывно. Мы не можем поставить границы и отделиться от России, будучи окруженными Россией и являясь по сути ее частью. Отделить Чечню посыпятся Дагестан, Ингушетия, Ставрополье. Поэтому, наверное, вопрос стоял для России так остро. Не терять Чечню или нет, а терять Кавказ или нет. А покорить Кавказ – это старинная русская забава Российской империи. Поэтому, наверное, и получилась такая рубка. Я задаю вопрос за вопросом, а он, ища ответы, возвращается в прошлое. И этот контакт прошлого и настоящего таков, что ему буквально становится плохо. Вот представьте, сын президента крошечной страны, которая воюет с империей, золотой мальчик, у которого есть почти все, который ездит в школу с охраной, его отца принимают саудовские короли и турецкие политики, прозападные прибалты шлют денег в помощь. Армия одной из самых больших стран мира временно бессильна перед горской отчаянных войск, на новом гербе которых разлегся волк. «Этот герб у меня на плече, и я его вытатуировал, зная, что нам, мусульманам, не полагаются татуировки, и перед похоронами ее обязательно выжгут с тела, но мне уже будет все равно!» – хохочет он, туша сигарету в пепельнице. «Этот волк – символ той Ичкерии, просуществовавшей всего несколько лет, вбитый иглой в кожу, печать верности тому, чему служил отец. Эти флаг и герб провисели несколько лет, их сняли, но на мне они останутся до конца». Перефразируя Хармса «Мог бы стать ты королем, но остался ни при чем». Ему, как сыну, досталось скитание, а другому сыну так же и теми же убитого отца – все. «Я помню Рамзана, кстати, он такой парнишка был, молчаливый, по поручениям Ахмата бегал с папочкой-подмышкой. Помогал в смысле отцу? В смысле да, семейный бизнес», – отвечает он с едва заметной иронией. «Дудаев курит сигарету за сигаретой». Своей издерганностью, профилем, безупречными манерами и безысходной тоской он начинает напоминать мне Эндрюана Броуди. Вспоминает, как приехал в Чечню первоклассником, как жил на Катаяме, коттеджин и поселок по старопромысловскому шоссе с сиреневыми аллеями. Как был счастлив, потому что у него вдруг появилось столько братьев и сестер, и все говорят на чеченском – языке отца. А потом началась война, и он жил в президентском дворце, его сутками охраняли. И вроде и детства почти не было, а ты все равно счастлив, потому что среди своих дома. И последние, самые яркие годы жизни с отцом, как они вместе стреляли в тире, как отец учил пользоваться оружием, все эти разговоры о жизни, да и сама жизнь на пределе, на пике, на излете. И как итог. Сколько я видел богатых домов, дорогих машин и европейских столиц, но нигде и никогда я не буду уже так счастлив, как был счастлив у себя на Катаяме. – А ты не думал о таком парадоксе, что Рамзан Кадыров и есть продолжатель дела Джохара Дудаева? – спрашиваю я. Дудаев едва не поперхнулся. – Смотри, – продолжаю я, – твой отец играл честно, как советский офицер, который знает, что такое честь и достоинство. Он сказал в открытую, чего он хочет. Рамзан поступает строго наоборот. Он говорит то, что хочет слышать Москва, заверяет ее верности, но законы и власть Российской Федерации в Чечне уже не действительны. Нет ни горской демократии, ни российского государства. – Чечня – это маленький султанат. Дудаев смеется. – Прости, я вспомнил, как Джохару кто-то советовал вести в Чечне шариат. А отец рассмеялся. Если я отрублю всем чеченцам руки, то откуда мне взять новых чеченцев? – Я знаю. Ты хочешь знать, что я думаю о нем. Сейчас я сформулирую. Подожди, когда у меня спрашивают, как я отношусь к Кадырову, я отвечаю, Кадыров мог сделать то, что другие никогда бы не смогли. Многозначительно, говорит он. Тогда я спрашиваю его о том, кем останется его отец в истории Чечни. Человеком, вовлекшим народ в бойню или идеологом независимости. Дудаев долго молчит. Неприятные вопросы, мучительные, над которыми уверенно он и сам размышлял не раз. Я думаю, что как бы ни изменились времена, сколько бы ни прошло лет, мой отец останется тем, кто он есть, символом свободы, за которую бывает очень высокая цена. Тяжесть груза, оставленного отцом, не каждому под силу. Старший сын Дудаева, Авлур, уехал с семьей в Швецию, отказавшись от данного при рождении имени. Авлур Джохарович Дудаев стал Олегом Захаровичем Давыдовым. Смешнее, кажется, не придумать. Никогда не смогу этого понять. Коротко подводит итог Деги. Дочь Дана вышла замуж, сменила фамилию и, как полагается, чеченской женщине, воспитывает детей и занимается семьей. Деги, младший, остался единственным сыном своего отца. И, хотя фамилия Дудаев приносит ее владельцу немало проблем, а его перемещения по миру рассматриваются спецслужбами через увеличительное стекло, он несет ее гордо, как родовое знамя. Интервью заканчивается. Мы выходим в вильнюсскую темноту, рассвеченную огнями рождественской иллюминации. Дудаев ведет себя как джентльмен и участливо предлагает взять его под локоть. Слушай, а поехали к Гамсе. Ну, ты же просила кого-то из того времени, кто знал отца, семью, меня. А лучше Гамсы все равно никто не знает. Он приехал несколько дней назад. Это знак судьбы. Мы садимся в машину и едем в отель за Гамсой. Я пока не совсем понимаю, кто это. Потом вижу высокого кавказца, который нетерпеливо дожидается нас в лобби и заинтересованно посматривает в окно. Он садится, наконец, в машину, и сходу начинает остырить и шутить с неподражаемым грузинским акцентом. Его лицо кажется мне знакомым, но откуда? Убей, не вспомню. Юля, знаете, меня очень тянет на остров Святой Елены. Когда я там, у меня такое чувство, как будто домой вернулся. Наверное, в прошлой жизни я там умер. У меня такое же чувство было в Стамбуле, когда я посмотрела из окон гарема на Босфор и зарыдала от того, что никогда не увижу отчий дом. Дудаев, обернувшись в восхищении, «Ну, вы тут и собрались, а!» Скрипя по снегу, мы идем от машины к отелю Рэдисон, чтобы подняться на 22 этаж, где из огромных окон скай-бара будем смотреть на ночной Вильнюс. «Там я узнаю, что Гамаса – это Георгий, и лишь потом, что это Георгий Гамсахурдия, сын первого грузинского президента, подарившего Грузии независимость». Как ехидно подметил фотограф Леша Майшев, за этим столом не хватало только сына Каддафи. Их отцы были дружны и мечтали о создании Единого Кавказа. Кавказ – не Европа, не Азия. Это отдельная, уникальная цивилизация, которую мы хотим представить миру. Гамсахурдия, собственно, помогал Дудаеву юридически безукоризненно провести референдум о независимости в выходе из СССР. Гамсахурдия убили в 1993-м, Дудаева – в 1996-м. Спустя пару недель, уже будучи в Москве, я получу СМС от Гамсахурдия-младшего. Представь, на совещании силовиков Рамзик сказал, что дает миллион долларов за мою голову. Я что, так мало стою, а? Не понял, а? Пока мы с Дудаевым о чем-то говорим, у Гамсахурдия звонит телефон. И он уходит. Возвращаясь, сияет. Боря звонил. Говорит мне, ну ты придумал что-нибудь. Когда мы уже что-нибудь замутим, а? Борей оказывается Борис Березовский. Откуда у него силы и деньги на замут? Спрашиваю я. На Первом канале у нас говорят, что беден как церковная мышь и живет на подачке. Грохот смеха сотрясает столик так, что дребезжат чашки. Боря бедный! А на Первом канале не рассказывают, что детей приносит аист, а? Подождите, я пойду и расскажу это Боре. На следующее утро Дудаев заезжает за мной в отель. Мы завтракаем. Официантка спрашивает на русском. Вам какой кофе? Белый, отвечает Дудаев. Я вопросительно смотрю на него. А-а-а! Смеется он. Белый это с молоком. Черный без молока. Так литовцы говорят. Знаешь, я говорю на шести языках. Жил в разных странах, и у меня в голове, как в котле, смешались традиции, культуры, выражения. Иногда возникает такая путаница, знаешь, иногда просыпаешься, и не сразу понимаешь, где ты и кто ты. Вот так у меня и бывает. Живя в России, он говорил на русском. Потом несколько лет жизни в Чечне на чеченском. Потом Грузия. Следовательно, выучил грузинский. Потом английский колледж в Стамбуле. Первый год молчал, потому что всё преподавание на английском, откуда он у меня был, английский. На второй, как заговорил. Потом высший дипломатический колледж в Баку. Турецкий и азербайджанский почти идентичны, их легче всего было выучить. Потом литовский. Вот, это язык не для нашего уха, но я уже как полиглот, я где хоть чуть-чуть живу, начинаю говорить на языке. Мы заезжаем в пустой офис с его компанией ВЭО, специализирующейся на солнечной энергии, установке и продаже солнечных генераторов и панелей. Раньше занимался логистикой, потом решил заняться альтернативной энергетикой. Мы партнёры немцев, сейчас они впереди всех в солнечной энергии. Серый ковролин на полу, компьютеры, офисная техника, всё как будто нарочно в серых северных тонах. Квартиру он снимает рядом в недостроенной зеркальной многоэтажке. Одно крыло заселено жильцами, два других пустые, с дияющими бетонными глазницами. Из-за финансового кризиса бросили стройку. Это прибалтийский такой прагматизм, смеётся он. Рядом обледеневший пустынный, как ожившая картинка с поверхности луны, продуваемый ветрами проспект Конституции с зеркальным небоскрёбом Светбанк. Квартира – технологичная студия с окнами от пола до потолка, холодная и необжитая, солнце в окнах не светит, потому что его здесь, видимо, не бывает совсем. Это перевалочный пункт для вещей, сна, но никак не мой дом, моя крепость. Здесь, кажется, нет ни одной личной вещи, говорящей о хозяине. Нет отца, нет дома, нигде, вспоминаю я. В серебристом Макинтоше смотрим огромный архив фотоснимков. Джохар Дудаев после первого полёта на истребителе, в кабине пилота, в строю. Все смотрят прямо, он единственный развернут корпусом и смотрит в сторону. И так на многих снимках. Точно наполеоновское. Это не я иду против течения, а течение против меня. Вручение генеральского звания, потом грозный, политика, щегольский костюм, горящие глаза и восторженные слушатели. На чёрно-белых снимках маленький Дэйги в генеральской фуражке отца, на руках чеченской публицистки и соратницы Джохара Марьям Вахидовой. Подпись под фото «Маленький генерал». Самая большая серия снимков хранится в папке «Папа и я». Выходим. И я замечаю, как Дудаев быстро автоматически открывает, закрывает дверь, выключает освещение на лестничной площадке, бегом спускается вниз, быстро едет, всё время что-то пишет в своём смартфоне, словно боится остановиться. Говорю ему об этом. Если останавливаешься, начинаешь вспоминать, думать, рефлексировать, поэтому я всё время в движении, бизнес, друзья, спортзал, аэропорт и Чечня как табу. Я вчера с тобой несколько часов проговорила о Чечне и вышел из строя. Это та боль, понимаешь, которая не пройдёт никогда. Этот день мы решаем провести в дороге. Едем к Тракайскому замку. Выезжаем на трассу, по обеим сторонам стоят заснеженные сосны и ели. Старые, вековые, под тяжёлыми шапками и молодняк, присыпанный снегом. Расскажи про Чечню, как там сейчас? Вдруг просит он. Я рассказываю долго, обстоятельно. Он не был там с 1999 года, с начала Второй войны. Он слушает, молчит, потом задумчиво произносит. Знаешь, а может и хорошо, что сейчас там так. Закутанные литовцы пританцовывают от холода, а Дудаев в лёгкой трикотажной куртке с искусственным мехом. Да нет, я не мёрзну. Правда, мы когда жили в Забайкалье, мать меня в комбинзон укутывала и спать на балкон отправляла на сорокоградусный мороз. Ну, творческий человек, что сделаешь? Улыбается он. Возле озера у Тракайской крепости торговые шатры. Я заглядываю, чтобы купить детям подарки, а Дудаев, узнав, что у меня двое сыновей, скупает гостинца от себя. Деревянный пистолет с натянутой резинкой, который издаёт вполне правдоподобный звук. Деревянный рыцарский топорик, меч и рогатку, из которой можно подстрелить слона. Я протестую. Не спорь, это же мальчишки, они должны с детства привыкать к оружию и быть с ним на ты. Тем более, знаешь, времена какие, всё идёт к большой войне. Я смотрю на его вдруг ставшее серьёзным лицо. Мужчин надо воспитывать с детства. Он рассказывает, что в третьем классе у него в портфеле лежал старенький ТТ, а сам он разбирал и смазывал маслом пистолеты охраны. Любовь Джохара Дудаева к оружию известна. Став президентом, он разрешил владеть им всем мужчинам от 15 до 50 лет. Покидающая республику советская власть оставила после себя военные части и склады с оружием, которые с большим энтузиазмом растащили местные. Как пишет полковник Виктор Баранец в книге Генштаб Бестайн, Кремль пытался разделить оставшиеся в республике оружие по принципу 50 на 50. И Ельцин отправлял на переговоры с Дудаевым министра обороны Грачёва. Но тот якобы не успел. И к 1992 году 70 процентов оружия было растащено. К началу войны республика была полностью вооружена. И во Вторую войну многие чеченцы поливали сады маслом. Шутка, которую поймет каждый чеченец. Сам Деги к началу боевых действий получил в подарок от отца пистолет. Астра-Асто, сделанный по заказу ЦРУ в Испании. Для меня он лучше всех стечкиных иглоков за точность попадания, возможность установки лазерного прицела с сенсором на ручке, отсутствие предохранителя и за размер. Вечер мы встречаем втроем. Я достаю свой диктофон Гамсахурдия для подстраховки второй. Мой отец, начинает рассказ Дудаев, дружил с Гамсахурдией. И когда год спустя после референдума и выхода Грузии из СССР Звиад конфликтовал с промосковским Шеварнадзе, его семья оказалась в опасности. Он попросил убежище в Азербайджане, ему не дали. В Армении семью Гамсахурдия приняли, но под натиском Москвы должны были сдать его. Со дня на день самолетом из Еревана их должны были отправить в Москву и арестовать. Или убить. Тогда отец послал свой личный самолет из шефа охраны Мавладию Джабраилова в Ереван с приказом без Гамсахурдия не возвращаться. Тот ворвался в кабинет тогдашнего президента Армении Тер Петросяна, достал гранату и взялся за Чеку. «Да, да, так и было», продолжает Гамсахурдия. «Сказал, что отпустит Чеку только тогда, когда вся наша семья приземлится в аэропорту Грозного и так несколько часов сидел напротив президента Армении, пока из Грозного не сообщили, что все на месте приземлились. Охрана хотела арестовать его или застрелить, но Тер Петросян сказал, «Это мужской поступок, пусть возвращается домой». «Вай, Юля, представь, какие были времена, а, времена мужчин и настоящих поступков». Так Гамсахурдия спаслись и несколько лет жили в президентском дворце Джохара Дудаева. Дудаев вспоминает тот момент, когда семья изгнанника Гамсахурдия приземлилась в Грозном. Георгий спустился с трапа самолета и, подняв брови, осмотрелся кругом. Это был точно кадр из фильма «Один дома». Помнишь, когда герой понимает, что ему предстоит Рождество в Нью-Йорке без родителей? «Такой пухлый был мальчик, спокойный с виду, но я, как увидел его, сразу понял, этот парень зажжет». Несколько лет дружбы в разбитом бомбежками Грозном подгул военных самолетов. Детство, проведенное в четырех стенах и с вечной охраной. Да, не было у нас детства, не было. Вот, вспомнил эпизод из детства. Дальше рассказывают хором. Георгий стащил бутылку коньяка, и мы распили его на двоих. Мне было десять примерно, Георгию тринадцать, и чтобы спастись от Аллы, Дудаевой, мамы, мы забрались в отцовский Зил, и там уснули на заднем сидении. Нас так все искали, чуть с ума не сошли, думали нас, похитили, представь, а мы нахрюкались до потери пульса и уснули, это был наш такой бунт. Уехав в Прибалтику, Дудаев поступил на факультет IT. А куда я еще? Я все время сидел в заперти, я общался с компьютером. Пережить то острое чувство близости смерти, которое бывает только на войне, в обычной жизни сложно, но можно. Дудаев увлекается сноубордингом и гоночными мотоциклами. На своем Хонда он разгоняется почти до трехсот километров в час. Гамсахурдия как-то вдруг откровенничает. Я, когда мне плохо совсем, приезжаю наверх в горы, в безлюдное место, и кидаю в ущелье гранаты и этот грохот взрывы, они меня успокаивают. Дудаев и Гамсахурдия младшие вспоминают, как их отцы, сидя вечерами на кухне, рисовали на бумаге большие планы. Конфедерация кавказских народов, новая идея для всей кавказской цивилизации, горский кодекс чести, этикет, культ старших, свободное владение оружием, помноженные на светскость государственного устройства, конституцию и демократию. Тут тон задавал Гамсахурдия, дворянского рода, белая кость, номинированный хельсинской группой на Нобелевскую премию мира в 1978 году. В 1990 Джохар Дудаев вернулся со съезда непредставленных народов, проходившего в Голландии с эскизом нового чеченского флага и герба. Девять звезд, тейпов и волк, лежащий на фоне солнца. Не мудрено, что чакра у него открылась именно в Голландии, шутит Деги по поводу озарения отца. Алла Дудаева, это факт малоизвестный, взяла эскизы и нарисовала герб в том виде, в котором он сейчас известен. Она равнялась на Акелу из Маугли, сделала волка грознее, чем было у отца. Сумасшедшее время, запредельный градус чувств. Отцы мечтали, что создадут совершенно новое образование на политической карте мира. Маленькую, но гордую птичку, как в той притче. В какой-то мере можно сказать, что у Гамсахурдия это получилось. Грузию отделял от России большой кавказский хребет, а до Чечни имперская рука, точнее ракета, дотянулась беспрепятственно. И если Дудаев младший пытался убежать от прошлого, занимаясь бизнесом, скитаясь по миру, храня воспоминания в серебристом макинтоше, то Гамсахурдия и вправду зажег. Являясь активным членом команды Саакашвили, он был одним из инициаторов введения безвизового режима сначала для жителей Кавказа, потом в целом. Одно время был объявлен Российской Федерацией во всемирный розыск по линии Интерпола. Кадыровцы обвиняли его в поддержке чеченских террористов в Панкисте. Сам он представляется единственный чеченец грузин, то бишь человек, занимающийся чеченским вопросом в Грузии. Вы знаете, наверное, что для того, чтобы чеченец покинул родину, должно было произойти что-то сверхъестественное, говорит Таипов по скайпу из Франции, где живет с 2004 года. Так вот, в 2004 когда был убит Ахмат Кадыров и назначили его сына, случилось следующее. Все, кто в 1990 были патриотами и выступали за независимость, а это в массе своей была интеллигенция, все поняли, что пощады не будет. Мы были свободными, а они нет. Понимаете, поэтому 2004 год это вторая волна эмиграции, самая мощная за всю историю чеченского народа. Свободные бежали. Тут снова возникают невольные параллели с белой эмиграцией, которая продавала фамильные драгоценности за гроши, только бы успеть спастись от тех, кто был никем, но станет всем. Много ошибок совершает молодое государство, говорит Гамсахурдия. Миша тоже совершил ошибки, конечно, без них не получается, но все-таки он сумел построить правовое государство, заложил фундамент. Джохар тоже совершил ошибки, но он мог тогда заложить основы демократического общества, основы нравственности, которые потом стали яростно разрушать. Дудаев, например, категорически запрещал пытки пленных. он говорил так, в чем вина того солдата, которого родина послала сюда, по приказу, по разнарядке. Его кинули в мясорубку, он выполняет приказ, зачем зверствовать и унижать его. Однажды он прикладом надавал по рукам Руслану Хайхароеву, полевому командиру из Бамута, за то, что тот позволил себе зверство в отношении российских военнопленных. Если бы отец увидел, как сегодня один чеченец позволяет себе надругаться над другим. И над столом повисает тягостное молчание. Российская пропаганда кастерит Саакашвили за поддержку сепаратистов, террористическое гнездо в Панкистском ущелье, подозревая происки то ЦРУ, то черта, все на самом деле просто и сентиментально. Это благодарность мальчика с грустными глазами, вышедшего из самолета и державшего за руку отца, спасшим его чеченцам, когда предали и отвернулись все вокруг, а чеченцы нет. Так что, когда в 2010 году Саакашвили сорвал аплодисменты на выступлении в ООН, озвучив идею Единого Кавказа, мы теперь понимаем, откуда она, эта идея, из кухни президентского дворца в Грозном, из далеких девяностых. «Мы сидим в баре Калифорния, рядом шумная компания литовских баскетболистов, пьем айриш кофе, напиток английских разведчиков», комментирует Гомсахурдия, приносят счет и Дудаев, как ястреб, перехватывает чек, чтобы, не дай бог, не заплатил Гомсахурдия, когда он отходит к стойке, расплатиться, я слышу Георгия. Это потому, что он здесь живет, а я приехал в гости, и вот он так меня принимает в гостях, кавказское гостеприимство, Джохар идеально воспитал его, у него есть честь и порядочность на первом месте, вот это офицерское, понимаешь, мне кажется, поэтому он держится от всего в стороне, потому что видит грязь на расстоянии и хочет ее обойти. Мы возвращаемся в отель за полночь. Вильнюс мерцает снегом и огнями. Справа белой горой высится кафедральный собор, католические кресты, сугробы, люди идут домой. и в и в этот момент я понимаю, почему Дудаев так и не стал настоящим иммигрантом, не уехал далеко и навсегда, не посвятил себя мемуаром, оппозиционной деятельности, не стал сколачивать капитал на имени отца, почему он застрял в этой сонной Литве, на снежном полустанке, в этой транзитной зоне, тоскуя по русской речи, любя Россию и свою маленькую Чечню, бескорыстно и честно, так, как может любить только потерявший свой дом. КОНЕЦ